Как-то в чате тоже читать? Может у них какие-то? В чате вообще ничего нет. Только эфир запустился, никто ничего не пишет. А, только запустился? Ну, 10 минут назад. Ну ладно, закрываем. Так, поехали дальше. Следующая картинка. Так, что у нас интересного? Это кто? Дэн Кейли? Это бастард этого? Бульбаша? Видите, кто такой Дэн Кейли? Ну, картошка с треугольником опять же. Ага. Ага, с глазом. Ну ладно. Дэн Кейли. Кто это? Мы не знаем, надо знать просто, кто это. Вот нам плечо 5 символов у ребята. Ну, это какой-то ведущий. И вот тут какой-то паучок. Не, ну, какой-то типа... Профессиональный игрок в покер. Ага. Ага. А, в гольф. Тут написано в гольф. Ну что, картошка, наверное, массовая уже. ВМОшная может быть. Что-то такое. Что в нее гольфом можно играть. Тут какая-то подсказка, как надо себя вести и воспринимать его. Ладно, слава богу, что это не к нам. О, Англия. Милое место. Смотрите, у Англии имеется... Смотрите, сколько выходов, возможностей. Треуголь. Внимание на количество треугольников на карте. Ну, не поспроста. Хоть власть Англии и уменьшилась сегодня, ее зараза все еще витает повсюду. Ну да, да, да. Англия во многих делах, ну, как бы, не зримо, но она есть. А время как? 6.20 или сколько это? 6.15? Либо 3.30. Не, ну, 3.30. 3.30. Похоже больше на 3.30. И три треугольника тоже. 33 градуса. И зонтиком он указывает на часы. Смотри как, 33. Не, я предполагаю, что, скорее всего, вот власть Англии, де юре. Ну, то есть, поменяется, ну, и будет какой-то другой вместо Англии тоже все это рулить. Не думаю, что это Америка. Сейчас она из Евросоюза. На чашечке три пирамиды. Ну да, 3.30. С зонтиком на часы показывает. С зонтиком на часики на 3.30, да. Так, а помимо 3.30, может, по количеству окон так-то? Да, ну, ну, давай раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, то есть, открыто. Пикбэк, 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 пикбэк. 25 окон, нет. Их все не видно, навряд ли это что-то означает. Ну, вот те, что видно, только 25. Так, ладно. Блин, мы просто не умеем, мы не знаем систематику, грубо говоря. Ну, интересно. Будем учитывать, что да, тут может как-то поменяться властья, но все равно. А, кстати, подожди, верни назад, верни. Смотри, блюдечко, и это самое, блюдечко, как наша земля, чашка, которая закипела уже. Как будто вулкан какой-то извергаться будет или еще что-то там. Может, что-то и в Англии будет происходить, на самом деле. Ну, в Англии это произойдет однозначно, потому что, если вы не забываете, вот эти фильмы-катастрофы, обратите внимание, единственные города, которые показаны, что они пострадают, и замерзнут там, или затопят, это у нас Лондон и Нью-Йорк. Обратите внимание, это не в одном фильме. Очень таком бюджетном. Ну да. Вот считайте, что вот этих центров не будет, они переместятся куда-то. Они к нам ближе переместятся, к нам. Да, они, скорее всего, перейдут в этот, там, где Албания была, там, где горы. Давай дальше. Дальше. Покажите мне нормального человека, и я вылечу его для вас. Психиар. Да, да, да. Это понятно, понятно. В любой атаке на уничтожение личности. Этот бонус не применяется к привилегированным атакам. Независимо от этого, кто сделал ее привилегированной. Так. Используется и свое действие. Эта группа может принудить конкурента сбросить одну любую открытую карту плана, кроме цели. Ну, грубо говоря, какую-то личность, которая медийная или какая-то еще. Значит, смотри на левую руку подруги, как она держит пальцы. Это символик. Масонский. Это символика, да. Да, когда два пальца вместе. Да, 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 да. Сейчас. Потом. Одна картина висит ровно, вторая криво. На картине, которая криво, нарисовано солнышко. Или звезда какая-то. Или звезда. Это треугольник из ниток. Ну, то понятно, то само собой. А ядька смеется. Которая наклонена, картина, она висит вообще в воздухе. Гвоздь висит. Видишь, треугольник. Гвоздь не ровно, да. Не то, что картина висит в воздухе, не на гвозде. Да, Sky, что-то, Sky. Непонятно, что там у него за такие... Это какие-то грамоты, свидетельства. Ну, да, типа он психиатр, а этот сидит, ухмыляется. Ну, грубо говоря, смысл, то есть, закажите психиатра, он перевернет, как хотите. Три буговечки у него, да. Так, Гавайи. Смотрим. Какая-то тетка мужеподобного вида или мужик, непонятно. Там вулканы на Гавайи. Туриста на жертвоприношение он кидает в костер. Ага, место отдыха для среднего класса. Дают дополнительный жетон действия каждой группе, которая контролирует ее. Крутой отдых. Побережье корпоративно. Ну, кстати, давайте в рисунок. В общем, среднему классу не стоит ездить отдыхать, будут на котлеты постоянно отсылать. Да, вот смотри, Гавайи, кстати, подними, вот, небо черное. Да. Будет извержение вулкана. Потом на заднем плане мы видим плоскую землю. Вон, вулкан, кстати, смотрите, вон он, извержение. Да, вон вулкан, вон. Вот он, да, да, да. Дальше, вон, мышку правее чуть дай. Ну, правее, куда? Ну, вон, между правым темнокожим и туристом. Так я ее показываю, вот, стрелкой. А, у тебя она просто с увеличением стрелка в другом месте. Ты в глаз пока стрелка. А, в глаз, ну, у меня пока струкнул. Тех вопрос, там, в чате Татьяна пишет, картинка с мальчиком осталась. Она осталась не у вас, уважаемые зрители, а просто обновите страничку этого ютуба, поставьте минимальную скорость. У нас-то все идет, просто бывает иногда у вас демонстрация подвисает. Обновите страничку ютуба, все, передаю слово. Кстати, да, вот извержение вулкана правильно подметили. Ну, и смотрите, как все небо закрыто. Но, видите, скрытый все равно символ, что будет с вулкана. Но это мы разгадали, по сути. Но там, на КВН, периодически происходит извержение тех или иных вулканов. Там есть уже, там есть вулкан, который вот-вот должен джахнуть. Ну, смотрите, традиционное место среднего класса, то есть для среднего класса ничего не говорится об элите. Так что тут и так. Кстати, на Гавайях много офшорных контор находится. Параноики. Это про нас. Дают в вашей структуре власти плюс два к защите против любых атак. Поняли? Или заказного убийства. Но не от катастроф. Кстати, климатическое оружие гораздо лучше. Они единственные, кроме самих тайных хозяев, кто действительно понимает, что на самом деле происходит. Я говорю про нас. Точно. И ноль власти. Не получают жетонов, бабла. Действие и не может ничего делать до тех пор, пока что-то не даст ей власть. И она не может быть уничтожена, пока у нее нет власти. Ну, это понятно. Извините, втрендить сколько хочешь, пока вы не начинаете влиять. И опять всплывает вот этот символ, кстати. И треугольник в ухе. Но это понятно. Когда кто-то что-то начинает рассказывать, его сразу же убирают. Потому что люди начинают вокруг него собираться. А получается сила, которая растет в геометрической прогрессе. Люди просыпаться начинают. Им это не нужно. Ну, власти, видите, ноль, а сопротивление большое. То есть, как бы, обратите внимание. Ну, следующий давайте. Так. Чернобыльцы. Ух ты. Мутанты. Дают плюс 6 к любой попытке уничтожить любую научную группу. Или плюс 10 против ядерного энергокомпании. Дают плюс 4 к любой попытке контролировать любую группу. Зеленую. Опять. Вот символы. И смотрите. Вот правильно. Ребят, сильно увеличено. Как бы верните так, чтобы вся карта помещалась. А, вся? Сейчас. Пожалуйста. О. Смотри. У него шрамы видны на руках. Что он ГМОшный парень. В лаборатории его делали. Никак не Чернобыль на него не повлиял. Да, кстати, да. Потом. Сетка арабица. Это соты, ромбы масонские. Как хотите, трактуйте. Потом. Из чернобыльского реактора тулит огонь. Ага. То есть контролируемая авария будет. Ну. Да, да. Так что будет все. Чернобыль, то есть. Капец, блин. Ну, Чернобыль сам по себе авария подстроена. Да нет. Там сейчас ведутся работы. Понимаешь? Там саркофаг вскрывают сейчас старый. И хотят новый залить. И вот, наверное, они когда его вскроют, будет выброс. Да, не боитесь. Все будет хорошо. Ну, это опять же, судя по карточкам ВКонтакте. Дальше. Кто там, что в чате пишет, что говорит. То есть только где хотим. Написано. Так. Что там? Что там? Карточка с мальчиком осталась. Без лупы ничего не видно. Ку. Ничего не пишет. Ну ладно. Лупу я буду увеличить потом уже. Сейчас. Смотрите. Я могу просто сделать так. То есть воспользоваться. Уменьшить. И пожалуйста. Чем он? Нет. Давай 200. Вот так оставь. Стоматологи. Вам ничего не надо делать на этой неделе. Я скинкод. Сейчас. Он именно выглядит вот так, как у меня. Мои все стоматологи в моем сознании. Могут отменить действия любой личности. Средство пытки. Вот смотрите, кстати. Вот он говорил. Может это касается Сол Гудмана. Ну да. Да. Ну ладно. Средство пытки. То есть за счет специализирующихся медиков. Ну жестко, конечно. Так. Специалисты. Полубессознательная армия освобождения. Ну вот это, конечно, хиппи вот эти. Это жизнь. Дает плюс три к любой попытке. Ну и что-то в группу. Нет. Это не хиппи. Это какие-то анархисты. Да это, скорее всего, вот эти добровольцы, которые... Не добровольцы, а... Я скажу, я скажу. Вот эти, то что собирались. Вот еще, когда Майдан был, у нас вот собирались людишки на улицах. Батальоны создавали. Ну не батальоны. И смотрите, на футболке Гидра нарисована такая кухольная и с треугольником. А если у Гидра отрубить одну голову, там вырастут две. Ну получается, больше будет. Если их будут убивать, их еще больше будет. Ну опять, треугольники, треугольники. Это все под контролем. Все хорошо. Не обращайте внимания. Так. Дальше. Комиксы. Ух ты. Если комиксы атакуют, чтобы контролировать причудливую группу или помогают атаке, то... Напечатанное сопротивление цели превращается в ноль. Ну понятно. А кстати, это есть такая версия, что некоторые тайные послания, они печатают... Ну это и есть такое. В каких-то произведениях и кто-то считывает и исследует им. Давайте плюсик, посмотрим, что здесь нарисовано. Брау. Мар. Ну какой-то капитан Аферика. Конечно смешной. Да, и кстати рука правая. Посмотри как... Ну эмочка, эмочка. Они вечно эту эмочку ставят. Масоны, масоны. Ну два пальца скрещивают. Средний и безымянный. Да. Ну хорошо, то есть генерал, он относится к ним, получается. Ребят, там где параноики были, кстати, там тоже один руку держал вот так два пальца вместе. Да, да, да. Значит, я от вас услышал. И еще, вот этот второй, который в его мыслях, он воинское приветствие левой рукой отдает. Да, не той рукой. Да, и летит в комиксе, он супергерой, он тоже руку держит по-масонски. А что это значит, два пальца вот эти вместе? Ну, блин. Два пальца. Заприветствую их. Два пальца схрестил, спрятал палец, который большой, и вот тебе буква М. Масоны. А, ну типа свой. Ну да, да, да. Да. Буквка М. Кстати, на погонах у него вот там, на погонах виднеется как будто три бугорка, то есть три звездочки. Это у нас генерал-полковник типа по-насовски. Смотрите. И, кстати, наверху значок «Орел» или что там, крылья вверх. Да, 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 да. Птица Феникс. То есть, получается, это наш вояка, наш вояка мечтает стать капитаном Америка. Не, не, не. Да. Смотрите, кстати, вот хорошо тут описано, вот я как заметил. Вот смотрите, человек находится на какой-то должности. Генерал, да, тут нарисован. Он читает эти комиксы. То есть, соответственно, в какой-то ситуации похожей он примет решение, как вот этот герой из комиксов. Ну я же опять же говорю, что скрытые символы, они им следуют по произведениям тем или иным. Специально печатают. Тут опять треугольничек. Маргарет Тэтчер дает плюс 10 к любой попытке контролировать Англию. А, то есть, можно взять эту женщину, которая как бы раньше была железной леди. С гранатой на шее. Ну если, ну скажем, да. Можно просто поднять этого героя и вот использовать ее. Ну опять же треугольничек и всякая гня. Ну, в общем, понятно. Дальше. На голубом фоне, скорее всего, контуры Англии. Да, то же самое я только подумала. Смотри, на жеркале значок этот, вонючка висит. Опять треугольник. Да. На жеркале отражается. Ну, полицейский здесь нарисован не в самом лучшем виде обжоры, которые сидят. Слушай, одно лицо Герасченко. Я сейчас сниму фотку Герасченко. Тут кто с такими погонами ходит? Это у Америкосов вот эти треугольники. Ну, кстати, и уже как бы и в Украине, по-моему, если посмотрите. И в Англии тоже. То есть тут это везде. Смотрите, у него ствол этого, оружие его, на него пончики нанизаны. То есть оружие он использует не по назначению. Скорее всего, либо вообще не будет использовать, либо вообще не понимает, что делает. Посмотрите, я скинул фотку. Одно лицо, это тоже в очках ходит. Это жесть. И он у нас главный МВДшник, вы понимаете? Это 100% Герасченко показали. И он обжорливый ублюдок. Да ладно. Давайте так. Разбираем именно карты. Николай, давайте. И у мента что-то со рта течет. И он отражается в двух зеркалах. Говно у него со рта течет. Он такую ересь несет, что вот все сходится. Я тебе серьезно говорю. Ну, блин, я вам реально говорю, это Герасченко. Он скинул в скайпе, посмотрите, фотку. Ну, там что-то он заплывший какой-то. Ну, понятное дело, это уже после трех лет власти. Хоть бы не палился бы, да? Фитнесом занимал. Ну, вот видите, но опять же, тут говорится о том, что полицейская, ну, скажем так, участки и полиция не могут до конца ликвидировать преступную группу. То есть они не способны по... А потому что им не дают такого задания, потому что преступные группы тоже многие контролируют. Ну, понятно. Прямое насилие консервативное. Ну, ладно, понятно, дальше. Церковь Элвиса. Он не мертв. Я видел его на прошлой неделе у заправки т.т. Славься Элвис. Власти этой группы становятся четыре, если Элвис в игре, или восемь, если вы контролируете его. Ну, тут... Это что-то есть. Судливая. Да, то есть отвлечение, если какая-то ситуация, ну, я бы сказал бы так, если какая-то у вас ситуация в контроле власти, что-то происходит нестандартное, вводите Элвиса, и многие отвлекаются на Элвиса. Есть он или нету его, ну, просто вкидывайте в новости, и все. То есть основная масса чудиков перескочит на Элвиса. Дальше. Мы можем остановиться по обувному магазину. А кто такая Батурина? Не в Польше никто. Не знаю. Так. Ну, фамилия... Елена Батурина, это жена Лужкова. Елена, это, я так понимаю, Елена, это жена Лужкова. Лужкова простили. Он сейчас где-то под Новгородом пасеку держит, или что-то такое. А, это бывший московский мэр, да? Бывший мэр Москвы, да. Сначала враг, а потом что-то то ли откупился, то ли что-то такое. Я, когда, я телевизор давно не смотрю, недавно включил, я был в шоке вообще, что он рядом там опять трется около этих всех. Ну, обратите внимание, что даже вот ее бизнес, ну, так называемый, то есть, как бы, вот, ее можно уничтожить и отжать этот бизнес, грубо говоря. По большому счету, читаешь этот текст, и, опять же, туфли, это вот как больше на ширину похоже. Ну, так правильно. Лужков весь бизнес переписал на нее, и это все, все это знают. Может, что-то у нее под каблуком, может, у этой Елены? Ну, да, да, у нее нет. У нее просто это как ширма, а вот видите, все равно подписано как криминал, грубо говоря, это ширма. И, опять же, вот опять у нас сила. Опять этот паучок. Слушайте, а вот эти тысячи... А вот еще этого паучка сейчас. И не могу найти в мистических знаках и символах уже. Не могу, где этот паучок. Так это не паучок, это глаз дьявола на пирамиде. Просто он увеличен. Как в «Властелине колец» был Саурумана глаз? Ладно, пойдемте дальше, если намного... Внимание, карта маленькая по значимости. Бегуны. Так, никто не подозревает безвредных бегунов. Эта группа получает плюс два к любой попытке заказного убийства. А это как из одного фильма, бегуны, когда на пробежке кого-то убирали. Да, 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 да. Тоже треугольник у нее на руке. На запястье. Да, можно присадить человека на так называемый спорт и заставлять его выходить, ну, то есть, чтобы он не слушал свою охрану по безопасности. И, пожалуйста. И попытка плюс два. Зеленые. Но, опять же, за счет положительных, скажем так, символов, скажем так, по поводу, давайте будем жить здоровее, будем спасать природу, можно этим прикрываться и творить все, что хочешь. Ребята, желто-зеленая и опять желтая полоска на флаг не похожи, на запястье, на голове. Это на Ямайку похоже, на Бразилию, кстати. Бразилия. Да, Бразилия. Кстати, бразилия. Бразилия. Желтая. Что там? Ну да, могут кого-то там. А может это просто свободная тематика цвет выбрать? Да нет, у них ничего там свободной тематики нет. Что-то, да что-то значит. Ладно. Вампиры. Граф Дракул. На замке сидит три черта. Это вороны какие-то. Ну, такое, летучие мыши, какие вороны? Ну, такие летучие мыши. А нет, головы как у орла или какого-то ворона, просто на клюкве. Четыре раза. Кервятки. А граф Дракула говорят, что действительно эти королевская семья, там есть какие-то корни у них. Ну, почему они кровь, я говорил, до этого пили. Ну, пьют кровь. Такая информация есть. Может быть, он и существует в какой-то степени. Бабка на двое сказал пока. Ага, на заборе тоже написано. Так, жженые. Ну, туда и лимонадов нет, это просто карты. Ну, да, картинки. Ну, вот средства влияния. Общение через жен, управление через жен. То есть, это общение. Вот опять треугольник. Да я уже устал их находить. Снова треугольники, да. Жены конгрессменов. Это как по концепции общественной безопасности. Тоже через жен каких-то политиков, спортсменов и так далее. Можно до них наносить какие-то определенные вещи и направлять их в определенное русло. Так, распрограммирователи какие-то. О, плюс четыре. К любой попытке уничтожить причудливую группу или фанатиков. Плюс восемь, если цель причудливая или фанатичная. Иммунитет. Бискардия, это что такое, не знаю. Прямым группам не распространяется на распространении рувателей. Вот они, мужчины в черном какие-то. Нашу славянскую женщину, которая, видать, жила в эко-поселении. Никого не трогала. Цветочки ромашки нюхала. Тут ее схватили, заломали, помяли. И тащат куда-то. Причем открытые дверцы автомобиля или что это такое. Да, 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 да. Микроавтобус. Микроавтобус, да. Да, у них вон наушники в ухе. А эти похожи на биороботов каких-то таких силовиков. И она связана получается. Ее за руки держат. И в нее нарисована луна и солнце на щеках. Не, не солнце, сердечко и... Ну, это сердечко и черное солнце. И треугольники на ней. Ну, это понятно. Так, ладно. Хо-хо-хо, лунная база. Так, лунная база не подвержена никаким катастрофам, кроме землетрясений и метеорита. Лунная база дает плюс четыре к любой попытке контролировать или уничтожить любую космическую группу. Если личность соединена с лунной базой, любая попытка заказного убийства против этой личности получает минус шесть. Но если лунная база уничтожена, все личности убиты. Тоже, мне так нравится. Землетрясение. На Луне будет лунотрясение. Землетрясение. А на Луне будет лунотрясение. Ну, никак не землетрясение. Не, ну это понятно. Это просто так. Ну, там же были же, вкидывались фотографии, что там какие-то базы есть старые. Вкидывалось, что только не вкидывалось. На Луне что-то никто не был. Что хочешь могут придумать. Ну, тут символов толком нет, но прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok